приветствую всех на моем канале с вами мама лена за чашкой чая заранее благодарю за внимание лайк и подписку в прошлом видео о юморе я посоветовала развивать креативность моя подписчица попросила затронуть тему креативного мышления и креативности что это простыми словами и как развивать креативное мышление давайте разбираться креативность или креативное мышление это умение человека смотреть на вещи с уникальной точки зрения подходить к решению задач нестандартно нетрадиционно а для этого нужно не бояться отступать от правил и шаблонов использовать свое воображение имеет смелость и стремится к прогрессивному подходу стараться замечать неочевидные закономерности и желать нового у креативности одна направленность с новаторством вы нарушаете изменяете созидаете выходите за рамки общепринятых схем по сути креативность это настоящее творчество в различных областях и она нужна каждому специалисту в любой отрасли не только людям творческих профессий навык креативно мыслить как и многие другие не дается людям с рождения его можно и нужно развивать и для этого существует целый ряд методов и упражнений обучение в наших школах направлено на развитие конвергентного мышления когда при наличии нескольких фактов или условий мы должны найти ответ единственно верный иные точки зрения и решения не рассматривают дивергентное же мышление работает в разных направлениях варианты решения допускаются оригинальные и несуразные люди генерируют множество идей важно развивать оба направления еще наш мозг предпочитает решать задачи проверенным ему способом шаблонами так легче и безопаснее тратится меньше энергии а нужно стараться рассматривать проблему неожиданной стороны в том числе юмористической так были придуманы и созданы киндер сюрприз барби и многое другое существует множество тестов чтобы проверить вашу креативность но мы пойдем дальше эдвард де бано британский психолог и эксперт в области креативного мышления предложил метод 6 шляп в чем его суть вы рассматриваете вопрос задачу или проблему в разных режимах мышления как бы одевая одну из шляп белая шляпа вы рассматриваете все факты и данные которые имеются в вашем распоряжении красная шляпа включаем интуицию эмоции и чувства черная шляпа в ней мы критик пессимист и осторожная личность желтая шляпа смотрим на проблему с оптимизмом и позитивом выделяем сильные стороны и преимущества зеленая шляпа включаем наш креатив творим ищем необычные идеи неординарные взгляды ассоциации и синяя шляпа все суммируем вырабатываем решение стратегию делаем выводы и планируем данный метод можно использовать как индивидуально так и для групповых обсуждений мозговых штурмов еще один метод мы рассматриваем решение задачи проблемы или проекта с точки зрения сми и желтой прессы как можно вывернуть факты так вы определяете слабые стороны вопроса для развития нестандартного подхода возьмите обычные предметы и придумывайте нестандартные способы их использования тренируйтесь с помощью ассоциаций выберите несколько случайных слов и пробуйте связать их между собой придумывая целые истории записывайте любые возникающие в голове идеи даже если они кажутся несуразными и абсурдными чуть позже можно их обдумать порассуждать и не отклонять сразу а попытаться использовать помните что для рождения новых идей важны отдых смена обстановки и новые знания а еще не забывайте о состоянии потока видео на эту тему я записывала ранее преодолевайте стереотипы смотрите на мир с надеждой радостью и позитивом развивайте креативное мышление с вами была мама лена всем добра еще раз благодарю за внимание лайк подписка и до новых встреч